Нельзя сказать, что переменная из этого блока формирует контрольную группу. Итак, контрольная группа, соответственно, это третье значение по данному блоку, шестое значение по данному блоку и нулевые значения по всем остальным предикторам. Константа у нас равна минус 7,05. Что это означает? Это означает, что отношение вероятностей вступить в профсоюз к невступлению в профсоюз для контрольной группы вставляет вот такую величину. Чтобы рассчитать непосредственно вероятность вступления в профсоюз для этой группы, надо произвести несложную арифметическую операцию. Итак, еще раз, вот это число равняется вероятность вступления умножить на 1 минус эту вероятность. Следовательно, производя арифметические преобразования, мы должны ввести следующую формулу. Вот для большей наглядности слайд из презентации по методу, который также есть в блоке, посвященном логистической регрессии. Итак, P нулевое делили на 1 минус P равняется, вот это число у нас около нуля. Переносим, и получается, что, чтобы рассчитать P нулевое, мы должны провести такие арифметические операции. Вот такие арифметические операции мы должны провести, и получаем вероятность. Таким образом, вот для контрольной группы вероятность вступления в профсоюз, она исключительно низкая. Округляя, получается, что вероятность равна одной тысячной. Еще сильнее уменьшает вероятность переход из контрольной группы в группу, которая является самозанятыми. То есть они уже имеют все те же характеристики, что и контрольная группа, но они не на семью работают, не на семейном предприятии, а самозанятые. Такова будет вероятность. Мы должны константу прибавить, ну не скорее коэффициент, прибавить к константе, взять экспоненту от этой величины. И теперь применить такую же формулу, здесь уже будет фигурировать. Это...